В далеком 1991 году, во времена расцвета игровой индустрии, когда игры делались экспериментаторами, а крупные игровые конгломераты лишь начинали свой путь в условных гаражах и подвалах, зародилась компания, которая у большинства СНГ игроков, западных конечно тоже, но это не важно, это про этих там, ассоциируется с счастливым детством, лучшими играми в своем жанре, невероятными историями и качеством. Называлась эта компания Silicon & Synapse. Неожиданно, да? Давайте на этом моменте слегка притормозим. Здравствуйте. Меня зовут Даниил, и вы на канале Котей, посвященному различным онлайн играм и не только. Для меня, как и для многих других, Близзард это компания, подарившая мне счастливое детство, подарившая мне любимую вселенную Варкрафта. Это та компания, которая вдохновила меня на мое творчество. По факту, если бы я в детстве не играл в игры Близзард, то этого канала скорее всего и сейчас не существовало бы, хотя, конечно, некоторых бы такой расклад вполне устроил. С играми Близзарда я шел по жизни, начиная от малых лет, когда у меня была Сега, и с ними я иду до сих пор. На это почти 20 лет. Конечно, с тех пор много воды утекло, и Близзы изменились сильно, и мы с вами стали совсем другими. Изменился рынок видеоигр, разве что мир остался прежним. Стало меньше содержимого. Так о чем это я? Сейчас, как мне кажется, самое время расставить все точки над И. Вспомнить, что представляли из себя Близзарды раньше, снова пробежаться по их истории и интересным фактам, дойти до этакой переломной точки, разобрать структуру современных Близзард, их политики, в общем, разобрать эту компанию. Сегодня мы не только вспомним их культовые игры, но и вспомним все скандалы и проблемные проекты. Конечно, обсудим перспективы компании, все это я буду рассматривать с точки зрения своей субъективщины, имейте это ввиду. А также в этот ролик я пригласил несколько очень интересных гостей, которые связаны с играми Близзард максимально, и они выскажут уже свою позицию. И сразу после этого ролика, ну буквально через недельку, выйдет первая часть обзора на World of Warcraft, моего фаворитного проекта у этой компании, с которым моя жизнь переплелась максимально сильно. Да, вы правильно поняли, обзор на WoW будет в несколько крупных эпизодов. Ну а перед этим очень важно поговорить о компании Близзард, в общем плане, и обсудить все их проекты, которые не вов, выслушать мнение моих сегодняшних гостей. И последнее, о чем я вас попрошу перед началом, не скупитесь на лайки, друзья. Обязательно пишите комментарии, например, про то, как вы связаны с этой компанией, какие игры Близзард у вас любимые, что вы думаете про компанию сейчас. Пишите, обсуждайте. И обязательно переходите по ссылкам в описании. Я не хочу вставлять в эти ролики рекламу, это будет неуважительно по отношению к гостям, но времени на них ушло очень много. Если есть возможность, поддержите канал на бусти, приходите на мои стримы и обязательно переходите по ссылкам на парней, что участвовали в ролике. Подписывайтесь на их каналы и передавайте от меня привет. Я очень рассчитываю на вашу активность, друзья. И мы начинаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Компания Blizzard Entertainment зародилась в 91 году, это правда. Но изначально под другим именем. Три товарища, Ном Джун Чонгук и Чингач Гук, ой, простите, это из другого ролика. Ален Адам, Майк Морхайм и Фрэнк Пирс основали компанию Кремень и Синапс. Меня всегда интересовали компьютерные игры. Пожалуй, с того момента, как на свет появился компьютер, а я еще был ребенком, я уже знал, что когда вырасту, стану либо директором кондитерской фабрики, потому что мне нравился фильм про Вилли Вонку, либо открою магазин с играми. Так и родилась идея. Хотя тогда я, конечно, и не подозревал, что из этого получится Близзард. Я познакомился с Аленом на последнем курсе Калифорнийского университета. Мы с ним посещали одни и те же лекции. И вот однажды мы оба пришли пораньше на занятия по архитектуре вычислительных систем. Помнится, я взглянул на него и подумал, ха, наверное, он умный парень. Первый офис компании был маленький, всего 55 квадратных метров. И первые года им пришлось нелегко. Авторских гонораров едва хватало, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам вовремя. Они использовали схему. Шли в ближайший магазин, покупали товар по кредитной карте, потом возвращали его и получали за это наличку. Эта хитрость позволила платить сотрудникам зарплату без задержек. Ален вбил себе в голову, что я должен бросить свою работу в Эстерн Диджитал и открыть с ним фирму по разработке компьютерных игр. Я занял 15 тысяч долларов у бабушки, 10 тысяч пошли на открытие фирмы, а остальные 5 тысяч на мой банковский счет. На них, собственно, я жил следующие 2 года. В главном офисе Близзард в Эрвайне по сей день висит расписка Майка для его бабушки. 4 февраля 91 года, согласно которой он обязуется выплачивать долг по 100 долларов в месяц без процентов. В детстве у меня всегда была мечта заняться разработкой компьютерных игр. Но я не знал, как мне ее осуществить. Ален тоже хотел делать компьютерные игры, но в отличие от меня он знал, что нужно для этого делать. Так что где-то после выпуска мы с ним созвонились, и он сказал «Фрэнк, я хочу с тобой поговорить о будущем. Я хочу, чтобы ты участвовал в нашем проекте, то есть занимался разработкой компьютерных игр». Я бросил работу и приехал к Алену. В наш первый рабочий день я познакомился с Майком Морхаймом. Главным критерием для поиска сотрудников в компанию стала увлеченность. Было очень важно, чтобы новые сотрудники компании так же страстно любили видеоигры, как и ее основатели. Blizzard сфокусировалась на 8 базовых ценностях. Главное геймплей, добивайся качества, играй хорошо, играй честно, обними своего внутреннего гика. Каждый голос важен, думай масштабнее, будь ответственен, изучай и развивайся. До того, как Кремний и Синапс стали Близзардами, они успели выпустить несколько игр. Первой была РПМ Рейсинг, за которую в 93 году Видеогейм Магазин присудил компании звание «Лучший разработчик компьютерных программ года». В этом же году компания выпустила игры Rock'n'Roll Racing, которая завоевала награду «Лучшая гоночная игра», и The Lost Vikings, ставшую «Лучшей головоломкой года». Особенно хотелось бы отметить викингов. В детстве у меня была Сега, и был картридж с викингами, от которого я люто фанател, и мы с другом обожали перепроходить ее. И я даже не знал, кто был ее разработчиком, и в более позднем периоде сильно удивился, узнав, что это были Близзард. Он действительно играл в их игры до того, как это стало мейнстримом. Первое переименование произошло в декабре 93-го. Компания Кремень и Синапс взяла название Chaos Studio. Но в мае было обнаружено, что такая компания уже есть, и название сменилось на Blizzard Entertainment. В дальнейшем Близзарды выпустили еще несколько игр, которые не сыскали большого успеха, хоть и не были провальными. Но в ноябре 94-го была выпущена игра, которая дала старт первой и основной серии. Несмотря на то, что первый Варкрафт был не первой игрой в жанре РТС, реал-тайм стратегии, которая при этом предлагала возможность мультиплеера, именно Варкрафт стал тем крупным стартом для Близзард, который в итоге привел кампанию к общей мировой славе и признанию. Сюжет игры же был таков. Орки из далекого мира под названием Дренор, через темный портал, открытый лидером орков Гул'даном и Человеком Медивом, вторглись в Азерот. Их вела жажда крови, которой их наградили демоны Пылающего Легиона. Хотя таких подробностей тогда было минимум, и по сути все воспринимали игру просто как рубилово между орками и людьми. По геймплею же было все просто. Две кампании, люди и орки. Несколько типов юнитов, возможность выделять только одного юнита за раз, такое же мы видели в других РТС, например в Дюне, в которую лично я на той же Сеге играл. По сути, первый Варкрафт брал главное вдохновение именно с нее. А вот основа сеттинга же была вдохновлена Вархаммером. Более того, Близзы должны были делать в свое время игру по Вархаммеру, но что-то в итоге с лицензией не срослось. Потом фанаты еще многие годы будут выяснять, что Близзы украли у ФБ. Спойлер, не так и много. Еще забавный факт, уже потом Вархаммер начал красть у Близзардов. Тем не менее, игра выстрелила и продалась хорошим тиражом, хорошо прибавив к популярности жанра в целом. Сюжет же игры закончился, когда орки захватили город Штормград и убили короля людей Лейна Рина, а уцелевшие люди во главе с легендарнейшим героем Альянса Андуином Лотаром уплыли в королевство Лердерон в поисках подмуги. Конечно, игра была довольно примитивна. Фракции были почти одинаковые, был базовый набор ресурсов и для строительства нужны были дороги. В некотором роде, да, это была дюна с орками, но красочная графика и стилистика, неплохая кампания и общий недостаток жанра сыграли на руку. Игра выстрелила, всем понравилась и продалась неплохим тиражом. Но мы переместимся из Азерота в более мрачный мир Санктуария, в момент зарождения новой вселенной. В Солнечном Сан-Франциско молодая команда Кондор в это время отчаянно пыталась убедить издателей выделить им денег на разработку. Дэвид Брейвик вместе с Максом и Эриком Шаферами мечтали создать классическую пошаговую РПГ в фэнтезийном сеттинге. Главным развлечением для игроков должно было стать убийство монстров за награду. Издатели смотрели на презентацию, отрицательно бахали репой и денег не давали. Так что парни решили попытать счастье у Близзард, которая начала активно расширяться на тот момент. И они получили бюджет в 300 тысяч долларов. В документах игра значилась под названием Диабло. И Кондоры начали делать игру своей мечты. Но в творческий процесс постоянно вмешивались Близзард со своими правками, так как у них было настоящее понимание рынка и успешные проекты. Одним из изменений стала возможность запускать игры на Windows 95, что было еще нормально. Однако, затем Близзард потребовали отказ от пошаговой системы, потому что Диабло изначально была с механикой, похожей на XCOM. Создатели Диабло не хотели уходить от первоначальной задумки и неспешного геймплея, но по итогу Близзард их уломала. Игру перевели в рилтайм, на что понадобилось всего 3 часа. Теперь персонаж подбегал к монстру и бил его по клику в рилтайме, да и это всем понравилось. Концепция же была предельно простая. Три персонажа. Надо выяснить, что случилось в городке Тристрам, пройти 16 уровней и сразиться в конце с самим Диабло. Четыре характеристики для развития, толпы всякой нечисти, боссы, а также шмотки лучше и лучше. Ири играбельности добавляли не только разные сборки персонажей, но еще и относительно рандомная генерация этих 16 уровней. Маши себе клинком, пускай стрелы, вали врагов толпами. И хоть жанр был экшен-РПГ, игроки окрестили все это действие хак-н-слэш. Затем, в один прекрасный день, в офисе Кондор зазвонил телефон. Али Нэтхейм предложил команде объединиться с Близзард. И хоть Кондоры все еще были довольно бедными чуваками, терять независимость они при этом не хотели. Однако, успех Варкрафт 2 сильно впечатлил ребят, так что да. Образовалось подразделение Близзард Норд в 1996 году. Игра ушла на золото, но вышла она уже после новогодних праздников, что конечно было минусом. И Близзард планировала продать ну полмиллиона копий при самом лучшем и самом позитивном раскладе. Но игра ушла гораздо большим тиражом, таким же как и в Варкрафт 2. Кстати, насчет второго варрика. Варкрафт 2 стал тем, что обычно называют идеальный сиквел. Во-первых, не было никаких радикальных изменений с точки зрения игрового процесса и механики. В нее просто планировали добавить элементы, которые не успели в первую часть. Была улучшена графика, потянуто разрешение до 640 на 480, многопользовательский режим объединял уже не 2, а 8 игроков. Также появился редактор карт, который позволил создавать свои сценарии, тем самым обеспечив интерес к проекту на долгие годы. Теперь это уже была не дюна с орками. Варкрафт 2 обрел многие уникальные элементы, будь то апгрейд зданий и войск, исчезли дороги, необходимые для строительства, число ресурсов возросло, к дереву добавилась нефть, и разумеется появились морские юниты. Кстати, изначально хотели ввести еще и камень, но отказались. Сложность выше, а смысла почти не было. Я уж молчу про такую киллфичу, как выделение нескольких юнитов сразу, а не по одному. Изначально это появилось именно в Варкрафт 2. Ну и появилось и такое расовое разнообразие. Теперь не только люди и орки. Все рейндж-юниты стали троллями и эльфами. Хотя еще, кстати, огров хотели добавить, но тоже не срослось, не стали. Сюжетно же игра была прямым сиквелом первой части, где люди бежали в королевство Лордерон, где им нужно собрать новый альянс. Но и Орда заручилась новыми союзниками. А цель компании, оттеснить Орду к темному порталу и закрыть его. Правда, на этом все не заканчивалось, и уже после релиза было выпущено дополнение по ту сторону темного портала. Отправили Варкрафт 2 на золото в 95-м году. Близзард рассчитывала на продажи выше чем 100 тысяч копий за год, но вот неждан, за первый год игра ушла тиражем в миллион копий. Мир тогда будто сошел с ума. Геймеры всего мира выясняли, что же круче, Орда или Альянс? В том числе и многие русские геймеры. Хотелось бы отдельно выделить качество локализации от студии слово-палитра-код. Просто толпу энтузиастов с Нижнего Новгорода, которые сделали невероятно грамотный перевод, графическую локализацию, озвучку. Вы просто послушайте эту прелесть. Варкрафт 2 не только влюбил в жанр РТС миллионы геймеров по всему миру, но и стал этакой базой для новой вселенной. Однако, Близзард втайне продолжали экспериментировать с жанрами, и совместно с российской студией Анимейшн Мэджик Близзард делали новый проект. Варкрафт Адвенчерс Повелитель Кланов должна была стать графическим квестом, которые в те годы еще были довольно популярны. Действия происходили в мире Азерота и начинались вскоре после событий по ту сторону Темного Портала. Главным героем был Орк Трал, который, мы знаем, находился на воспитании у Эделоса Блэкмура. Тот мечтал вырастить из Трала Гладиатора, но все пошло не по плану. Суть игры была в объединении племен орков, проигравших войне и живущих в резервациях под властью людей. Механика игры же – типичный поинт энд клик, с поиском всяких предметов, решением головоломок, исследованием мира и взаимодействием с другими персонажами. Идея игры возникла как раз в 96-м году, когда студия-партнер Капитол Мультимедиа предложила Близзам сделать квест. Была привлечена Анимейшн Мэджик, дочерняя студия Капитола. Близзы же занимались вопросом геймдизайна и руководства. Графику делали два подразделения Анимейшн Мэджик, одно подразделение, кстати, из Санкт-Петербурга, а заставки рисовала южнокорейская Тун Ас Ин. Планировали игру выпустить уже в 97-м году, но разработка затянулась, ибо сказался недостаток опыта в играх такого жанра, не вышла играя в 98-м году. И в работу над игрой включился Стив Мерецки, который должен был переделать игру без особой переделки графики. Но переделать ее оказалось слишком дорого, так что проект в итоге отменили. Сценарий переделали в роман Повелитель кланов от Кристи Голден, ставший классикой и каноном. И крайне забавный факт, что в 2016-м году абсолютно рабочий предрелизный билд был слит в сеть, после чего игра разошлась по всему интернету, и даже мы с тобой можем в нее сейчас поиграть. Еще забавнее, слили игру наши ребята. И на самом деле, отмененных игр у Близзард огромное множество. Про большинство из них мы даже вряд ли когда-то узнаем. Так что продолжим говорить о вышедших играх, следующая из которых стала первой в совершенно новом мире Близзард. Сразу после выпуска Варкрафт 2 Близзард начали думать над новой вселенной. Конечно же РТС, ибо кусь железа не отходя от кассы, но сеттинг должен теперь стать Сайфай, то есть научная фантастика. Близзы решили, что они создали схему максимального успеха. Если просто взять основу от Варкрафт 2, поменять текстурки и подогнать сеттинг под космос, то можно нормально состричь ловышку. Не проканало. Версия, собранная за пару месяцев, была показана людям на Е3, и те такие Ммм, орки в космосе. Круто, да? И очень иронично, кстати говоря. Близзы резко осознали, что план не идеален, и начали допиливать сеттинг во что-то более качественное. И снова возвращаемся к отмененным играм. Изначально у Близзов была в разработке игра Shattered Nation. РТС про постапокалипсис. Но Близзы ее так и не выпустили, хотя трейлер до сих пор есть в сети. А те минимальные наработки ушли как раз таки в Старкрафт. И в итоге сеттинг доработали до приемлемой научной фантастики. Однако движок Варкрафт 2 не позволял им достичь нужного уровня с точки зрения технологий и геймплея. И тот день можно назвать натурально судьбоносным. Бобби Фич, который работал в Близзард с 92-го, предложил свой талант программиста, так как дизайнеры и художники вынесли ему уже весь мозг. Он пришел к руководству и сказал, дайте мне 2 месяца и будет вам новый движок для Старкрафта. Ему дали добро. Через 8 недель Боб представил абсолютно новую технологию. Да, этот человек натурально жил в офисе, буквально, пока работал над Старкрафтом. Ушла в печать игра в 98-м году, кстати, и побила внутренний рекорд Близзард. Она разошлась миллионом копий за первые 3 месяца продаж. Старкрафт повествует о войне трех рас. Тиранов, по сути, людей. Зергов, жуков этаких, да. И Протосов, развитой древней расой. Привычный баланс юнитов и построек из Варкрафта просто исчез. Кто не в курсе, в Варкрафте 1 и 2 фракции были почти одинаковые и почти зеркальные. В Старкрафт же, каждая раса имела свой уникальный геймплей, механики, стратегии. И количество вариаций и реиграбельность от этого возрастали в разы. Первый аддон, конечно, не заставил себя ждать. Старкрафт Брудвар продолжил сюжетную линию и добавил по дополнительному юниту каждой фракции. Хотя, по сути, Брудвар просто тот контент, который Близзы не успели ввести в оригинал. И только с аддоном Старкрафт 1 стал тем, чем должен. Конечно, игра стала прорывом, оставалась киберспортивной дисциплиной долгие годы и до сих пор очень даже живет за счет олдовой аудитории, реально хорошего ремастера и локальных турниров. Близзы же продолжили свое победное шествие по игровой индустрии. Спустя 4 года разработки к релизу готовилась вторая часть мрачных приключений в Санктуарии. Диабло 2 вышла в 2000-х. По сути, игру задержали на год, не успев довести до ума. Уже в 99-м повсюду красовалась реклама, которая обещала игру именно в этом году. Но игроки все это без проблем простили, так как игра на релизе вышла безумно хорошей. И игра в очередной раз снова бьет все рекорды по продажам. Диабло 2 становится самым продаваемым продуктом за всю историю компьютерных игр тех лет. 2 миллиона копий за 6 месяцев. И снова Диабло 2 стала примером идеального сиквела, где основная суть и общие элементы никак не изменились, но были улучшены и доработаны. Все та же мрачная стилистика, все тот же классический геймплей. Уровни в глубину сменились на акты, игра разрослась вширь, и теперь мы можем побывать в самых разных точках Санктуария. Конечно, была улучшена система билдостроения. Каждый класс начал еще сильнее отличаться друг от друга, классов стало намного больше, предметов стало намного больше, с реально уникальными эффектами, вокруг которых начали строиться эти самые билды. Рассказывать про все это сейчас по большей части бессмысленно, так как на подходе ремастер второй части. И она, в общем-то, на некотором уровне хайпа, да. И уже все давно ее обсосали во всех подробностях, из точки зрения ностальгии и не только. В общем-то, Диабло 2 была действительно шедевром своего времени. Отличная боевка, много классов и билдов, мрачный мир и неплохой сюжет. Новые системы, которые именно дополняли примитивную первую часть, а не перегружали. Типа системы Куба Харадримов. А также онлайн и кооператив. Благодаря платформе Батлнет, коннектиться к друзьям стало проще некуда. Качественный мультиплеер вносил значительную часть в успех игры. Хотя, конечно, Батлнет в первые года был далеко не идеален. Эпизодически сильно лагал, отчего гибли сотни и сотни персонажей на хардкоре. Но это все равно работало лучше, чем у многих конкурентов. И именно что больше работало, чем нет. Даже ПВП в Диабло 2 было, причем весьма неплохое. Хотя вот поддержки кланов и гильдий люди так и не увидели во второй части. Но и без этого контента хватало. Еще как минимум стоит вспомнить аддон, который Лордс оф Дестракшн. Конечно, были мелочи, за которые игру можно было ругать. Но на том довольно молодом рынке, с точки зрения жанра, это был полноправный шедевр. Ставший культовой классикой. Дело вовсе не в ностальгии спустя кучу лет, а в общем-то объективный факт. Интересно, есть ли книги по Диабле как по Дум? Интересный факт. В 2000 году, после успеха Диабло 2, из Близзард Норд ушли Майк О'Брайтон, Патрик Уайетт и Джефф Стрейн. Впоследствии эти парни основали компанию Аренанет и стояли во главе Гилд Ворс. Но пора двигаться дальше. Потому что рано или поздно эйфория от Диабло 2 прошла. И народ начал думать, а чем порадуют Близзарды дальше. Вариантов по сути было ровно два. И одним из них, конечно, был Варкрафт 3. Интересность в том, что Близзард всегда была компанией-экспериментатором. И прошлые игры нам это наглядно показывают. Но в случае с Варкрафт 3 Близзы в свое время чуть не перегнули палку. Переход в полное 3D, 6 играбельных раз, это людям понравилось. Новость о добавлении РПГ элементов люди восприняли с большой опаской, но доверились. А вот новость о том, что все будет от лица героя, этого люди не поняли. Все-таки РТС подразумевает под собой управление армиями, а это уже какая-то около РПГ больше получалось. Подогрел масло в огонь еще и пресс-релиз, когда народ пришел к выводу, что Близзард делает проект а-ля Диабло, нововселенной Варкрафт. Рабочее название у Варкрафта 3 изначально было Варкрафт Леджендс. И игра, по сути, была похожа на что-то среднее между моба и партийной РПГ. Народ поднял бучу. Близзы к этому прислушались. Они делают это гораздо чаще, чем многие думают. И начали приводить Варкрафт 3 к результату, который, в общем-то, мы все с вами знаем. Количество раз урезали до четырех. Люди, орки, нежить, эльфы. Вырезали играбельных демонов и наг. Вернулась возможность видеть всю карту, одна когда появился Туман Войны. Убрали очень много РПГ-элементов. Теперь это действительно был Варкрафт. И спустя 7 лет разработки, игру отправили в печать. И снова Близзы попали в яблочко. Идеальный баланс между старыми и новыми элементами. Великолепнейшая постановка сюжета, с интересными персонажами, в итоге превратившимися в культовых. Однако, выверенный и прям-таки эталонный геймплей-стратегий, где каждая раса обладала своим геймплеем, как в Старкрафте. Огромный упор был на микроконтроль каждого отдельного юнита. А новая система героев великолепно дополняла геймплей и была максимально в тему. Конечно же, Варкрафт 3 стал киберспортивной дисциплиной, таковой он является до сих пор. О продаже игры взяли новый рекорд. Одних только предзаказов было 4,5 миллиона. А вышедшие через год дополнения «Воевать-мастерить» стул заморозили. Лишь закрепило успех оригинала, взяв еще большую вершину. Сразу говорю, мое мнение на тему рефоржа вы услышите чуть позже. А пока предлагаю послушать мнение человека, который уж точно шарит Варкрафт 3. Всем привет, меня зовут Фоги, я профессиональный игрок в Варкрафт 3 Reforge. В основном игра, игры и стримлю. Решил начать стримить в 2015 году на сайте GoodGame. В то время меня мотивировал другой стример. Ну и потом появились зрители, небольшая поддержка. Я начал играть еще в азиатские турниры. Прошел квалификацию на мировой чемпионат в Шанхае. Так вот начался мой путь. Я играю уже около 6 лет. Состояние в Варкрафте сейчас неплохое. Близзарды хорошо поддерживают игру. Они выделили средства при поддержке ESL, проводят сезонные турниры, делают балансные обновления. Сам рефорж, к сожалению, вышел неудачным. И сейчас неизвестно, кто именно дорабатывает игру. Я знаю, что сотрудников, которым не удалось выпустить качественно продукт, они уже не работают в Близзард. Очень сильно поддерживают игру Китай. Там есть тоже какое-то свое подразделение. Они очень также много выделяют средства, даже на уровне правительства. Проводят турниры с крупным призовым фондом, тоже сезонными, стабильно. По поводу того, что в рефорже не доработан, само комьюнити сделало сервер, который начал развивать. И есть у нас неплохой сервер, который находится в Европе, где могут играть также игроки из Америки и из Китая с разными достижениями, статистикой. Это сильно очень помогает поддерживать игру. Также есть информационные ресурсы, как Warcraft.reinfo, где можно найти стримы разных игроков по разным расам, обучающие видео, записи самих игр. И также есть хороший сайт Ликопедия по Warcraft, где также расписание турниров, списки игроков, собственно, даты, когда проводятся турниры, разная информация по заработкам игроков с этих турниров. Можно посмотреть, какие есть турниры и призовые фонды. Вот также еще есть сайт Good Game, также там проводят турниры, следующий будет во Владивостоке. Blizzard обещали поддерживать игру, по крайней мере, до конца этого года. Насчет следующего я не знаю, они вроде как каждый год делают анонсы. Но главная надежда, это, конечно, на китайский рынок, потому что именно в Китае игра остается очень популярной, живой. Там всего проводится больше всего турниров, аудитория. И, насколько я знаю, там у Blizzard есть свое подразделение по развитию. Такая вот ситуация с Warcraft.reinfo. Это классическая стратегия, очень высокого качества, поэтому у нее уже сформировалась большая аудитория. Играйте, смотрите Warcraft, всем пока. Пока Blizzard праздновали свой триумф, после успешного релиза Warcraft 3 компанию покинул первый ее основатель. Ален Эдхейм сообщил, что уходит. Бумажная работа отнимает у него массу времени, а он хочет делать игры. Он ушел, но остался консультантом фирмы и вроде как является им до сих пор. Но это не точно. Одним из параметров успеха Blizzard стала их собственная мультиплеерная система или сеть Battle.net. Благодаря ей в играх Близзов был достаточно хороший коннект, невероятно живой мультиплеер. И директора задумались, а надо бы это использовать. И они задумались над собственной онлайн-игрой. В те года жанр MMORPG начал очень активно набирать обороты за счет того же Эверквеста. Плюс изначальная концепция Варкрафта с управлением отряда героев, поиском снаряжения для них. И снова интересный факт с отмененной игрой. Вместо мира Варкрафт, изначально была задумка о этакой партийной РПГ в сеттинге настольной игры Некромунда. Игра же имела название Номад. Однако команда никак не могла договориться о том, что же это по итогу будет. Ролевой экшен а-ля Final Fantasy, а кто-то хотел сделать что-то вроде доты. Однако разработчики сильно увлеклись в те года Эверквестом. И такие, а почему бы не сделать так же? Разработка Номада резко прекратилась. От игры остались лишь несколько концепт-артов. А разрабы отправились ковать новое приключение. Сеттингом для ММО стал фэнтезийный Азерот. С названием тоже долго не парились. World of Warcraft, или же Мир Варкрафта, Мир Военного Ремесла, как нельзя, удачно отражал суть новой игры. Анонсировали проект на игровой выставке в 2001 году, откуда люди узнали, что будет вид от третьего лица, но можно и от первого. Было много игровых рас, хотя показали только людей, орков и тауренов. Ну и Близзард объявили, что игра будет требовать ежемесячную оплату. И это люди восприняли со скепсисом, так как подписочная система прошлого слегка отличалась от того, что сделали Близзы по итогу. Но постоянный денежный поток был необходим на содержание серверов. И снова Близзард не подвели. В 2004 году Азерот распахнул свои врата для тысячи скателей приключений. Конечно, на старте Вовка была очень проблемной игрой. Но об этом вы узнаете уже из обзора на Вов, который, я напоминаю, выйдет уже совсем скоро. Как раз первая часть будет сосредоточена на истории развития. Так что уж дождитесь, ребятки. Это очень длинная и интересная тема. Скажу кратко. Вов, как мы все знаем, стал самый популярный MMORPG в мире, популяризовал этот жанр максимально возможно, привнес в него очень многое, и до сих пор весьма себе на коне. Хотя прошло уже, извините, 17 гребаных лет. Но, несмотря на успех новой ММО, надо было продолжать развивать и другие проекты. 17 мая 2007 года в городе Сеуле прогремел анонс StarCraft 2. Ближард. 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 trilogy, валка счастлива. И в июле этого же года слили инсайд, что Близзард работает над проектом Гидра, который собственно стал Диабло 3 в будущем. Его официально заонотили в следующем году как раз, но перед релизом Старкрафта произошло одно довольно важное событие, которое изменило многое. Довольно важно сказать, что Близзард никогда не была свободной студией. Всю ее историю она находилась под влиянием компании Вивенди. Несмотря на то, что сейчас про Вивенди уже давно никто ничего не слышал, она почти никак не фигурирует, надо вам кое-что пояснить. Вивенди в свое время была мощнейшим французским медиаконгломератом, которая поджала под себя огромное количество медиапродуктов. Будь то фильмы, телевидение, книгоиздание, телекоммуникации, видеохостинг и конечно, видеоигры. В свое время они были этакой недодисней, пожирали все и качали с этого огромные бабки, почти ничего не инвестируя. Влияние Вивенди на Близзард было весьма неоднозначным. Я об этом рассказал немного в обзоре на Вов, скоро увидите. Но суть в том, что инвестиций от них было очень мало. Они по факту выкупали бедные студии и издания, вливали какие-то копейки и помогали с изданием игр, а потом просто пускали компании на самотек. Но у них был один небольшой плюс. Они почти не вмешивались в процесс разработки, потому что они в этом ни хрена не понимали. И пока компания приносит бабки и не просит много жрать, они туда не лезут. Так они и не лезли в Близзард, и по сути, успех World of Warcraft и многих других классических игр состоял как раз в творческой свободе. Но, увы, ничто не вечно. Игровая индустрия начала безумно развиваться. Вчерашние подвальные компашки превращались в страшные игровые империи. Вивенди начала подстраиваться под этот рынок. Вначале они пытались купить Юбисофт, но у них ничего не получилось, те сопротивлялись до последнего. С другой стороны наступала Electronic Arts, и Вивенди принимает решение объединиться с Активижн, чтобы составить им конкуренцию. Слияние произошло еще в 2008 году. Руководство Вивенди вошло в Совет Директоров и по сути никуда не делось. Генеральным директором был поставлен Бобби Котик. И поначалу все было даже неплохо. Компании работали в этаком симбиозе, Активижн показала Близзардам много интересностей, у них была своя студия по производству синематиков. Да, крутые видеоролики в WoW и по Варкрафту, собственно, появились именно после слияния с Активижн. И в творческий процесс Активижны не лезли. Из интервью с тем же Джоном Статсом, левел-дизайнером раннего World of Warcraft, который написал книгу об этом, кстати. Так вот он говорил, что в те ранние года Активижн вообще никак не участвовали в процессе разработки, креатива, поддержки. Они никогда не видели людей из Активижн. И не было такого, что от них приходили какие-то замечания. И долгое время, даже после слияния, все придерживались стратегии «руками не трогать». Но это было актуально, когда еще Статс работал, а это было до 2011 года. И с тех пор многое изменилось. Если говорить о вмешательстве Активижнов сейчас, да, они действительно лезут и порой очень сильно. Хотя лично мое мнение, что Активижн это меньшее зло. Если бы Близзардов в свое время поглотили электроники, компания пришла бы к абзда уже очень давно, как и Байовэром, и прочим другим, особенно не сладко пришлось бы нашему любимому Вову. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще. А если убрать пафос, то в некотором роде Активижн помогли сохранить Близзард в этом бешеном и люто изменяющемся рынке. Хотя это конечно с большой натяжкой и очень условно, но это факт Близзы не всегда успевали. И возможно вы удивитесь, что я это говорю, но если посидеть и поанализировать историю Близзард и их игры, то предпосылы к огромным проблемам начались как раз таки с 2010-2012 года, хотя частичный отвал от компании произошел там еще в 2005-м. Но перед началом кризиса Близзард успели выпустить еще одну шедевральную игру. Близзард идёт полярельный сикор по правилам и полярельным сикором. На всех своих залах и их horror, Мистер Финтли, Близзард. Близзард выopezете. Близзард. Самое время. 2010. Жанр РТС в упадке. Причин почему так произошло довольно много. Это и начало доминации консолей, и упрощение игромеханик, чтобы привлечь как можно больше потенциальных игрунов, и еще несколько факторов. И если раньше всяких РТС выходило действительно много, помимо Старкрафта, будь то Эдж оф Эмпайя, Даун оф Вор, много всякой гадноты типа Периметр, то на 2010 год все стало очень плохо. И я скажу больше, уже в ПК гейминг, мало кто верил. И выход Старкрафт 2 Винкс оф Либерти стал палкой о двух концах. Конечно, Старкрафт 2 это гребаный шедевр. И он закрепил окончательно за Близзардами тех лет статус творцов шедевров. И конечно же Старкрафт 2 стал новой киберспортивной дисциплиной. Особенно люто его возлюбили в Корее, там это просто что-то культовое, вы даже не представляете насколько. С этим связана одна интересность, но о ней попозже. И другой интересный факт. Разработка второго Старкрафта началась еще в 2003, сразу после Фрозентрона. Семь лет разработки. Можно ли считать, что это долгострой, решайте сами. Однако надо признать, что комьюнити на тот момент все-таки разделилась. Если сюжетная составляющая понравилась по большей части всем, а структура повествования особо никак не поменялась, это все те же миссии, причем с небольшой нелинейностью, а между ними офигенные катсцены. Еще появился клевый хаб, да, с кучей интерактива. А какая там была русская озвучка? Рейнер в озвучке Кузнецова, Тайкус в озвучке Мартиросяна. С его лютым басом. Потрясающе. Но механика игры все-таки преобразилась. Акцент с микроконтроля сменился на макроконтроль. И это не схавал определенный процент олдов Старкрафта. Но, в принципе, недовольные олды это норма для всех продуктов Близзард. То у них Вов в БК умирать начал, то Варкрафт 3 не торт, потому что не до РПГ. Цифры говорят свое. Старкрафт 2 это было что-то невообразимое. Кроме этого, Старкрафт 2 стал первой и, кажется, последней стратегией сервисом, который поддерживали Близзарды не только аддонами, но еще и дополнительным контентом, сезонами, режимами, скинчиками, ачивками и кучей вот этого прочего. Еще один забавный момент в том, что изначально Старкрафт 2 был по подписке. Ядрить того в корень. Например, русское цифровое издание стоило 700 рубасов примерно и позволяло играть 120 дней. Была еще DVD-версия, в которую можно было играть целый год. Азиатская версия тоже была по подписке, в то же время европейская версия стоила дороже, но при этом не имела ограничений по мультиплееру. Решение очень странное, но в итоге подписку упразднили, да. А новый аддон к Старкрафту 2, Сердце Роя, сделал игру еще более крутой, популярной и киберкотлетной. Потому что оригинал мало кто воспринимал с этой точки зрения, но Сердце Роя стало этаким брудваром для второй части. Но Близзы не остановились и выпустили еще один аддон, Наследие Пустоты, который и завершил сюжет этой около трилогии внутри второй части. И многие считают, что Старкрафт 2 стал последним самураем. Не только в жанре РТС, но и наверное в истории той самой в кавычках Близзард, которая нам подарила эти все классические тайтлы. Добрый день всем любителям второго Старкрафта и не только. Меня зовут Алекс 007. Что я вам могу рассказать? Я вам могу рассказать, что я занимаюсь освещением второго Старкрафта с 2010 года, когда эта игра, собственно, и вышла. И, на мой взгляд, конечно, на тот момент второй Старкрафт, в принципе, был одной из самых ярких, одной из самых увлекательных и привлекательных игр, которые только были в нашей индустрии. Был определенный эффект новизны. Просто в жанре стратегии реального времени чувствовался реально огромный шаг вперед, огромный прорыв, который сделала Близзард во втором Старкрафте, по сравнению со всеми остальными РТС, не просто так вот до сих пор Старкрафт 2, это, знаете, такой законодатель мод в жанре стратегии реального времени. Короче, на тот момент, на мой взгляд, Близзард проделала просто идеальную работу, там, 10 из 10, 20 из 20, 100 из 100 и так далее. Если говорить о том, в каком состоянии находится Старкрафт сейчас и какую роль отыгрывает Близзард сейчас в сообществе второго Старкрафта, то, как по мне, Близзард фактически от одного из своих наиболее успешных продуктов десятилетия отказались и открестились. Сейчас киберспортивный Старкрафт — это продукт ESL, можно сказать, да, это продукт, отданный на аутсорс другой организации. Организации сильные и классные, но, тем не менее, к Близзард отношения не имеющие. Может быть, это даже хорошо с учетом всех текущих реалий, но, в общем, факт остается фактом. Что касается каких-то больших патчей, обновлений игры, да, Близзард этим тоже не занимается. То есть, говорить о том, что осуществляется какая-то поддержка игры, кроме как техническая, в данный момент не приходится. Опять-таки, есть ESL, которые берут на себя определенные моменты, связанные с киберспортом, но в любом случае это означает, что нет какого-то нового интересного контента, ради которого приходят или приходили люди в StarCraft. Что, безусловно, означает, что Близзард, ну, немного подзабросил игру, да, если называть вещи своими именами. Возможно, это делается ради того, чтобы сфокусироваться на разработке каких-то новых крутых игр, мы не знаем. Но мнение вот человека, который многие годы работал с Близзард и работал с, опять-таки, одной из самых успешных игр Близзард в их истории, Близзард сделали очень много всего крутого для Старкрафта и для их сообщества, но, к сожалению, именно что сделали, они делают. То есть, все эти достижения, свершения, действия по большей части остались в прошлом, не в настоящем, и, откровенно говоря, я не думаю, что в будущем. Выскажу свое мнение. Старкрафт 2 — это настоящий шедевр. И с точки зрения поддержки Близзы провели гигантскую работу над ним. Никто не проводил подобную работу ни над одной РТС. Почему-то люди начали вайнить, мол, вот Близзы забили на Старкрафт 2 и больше не будут его поддерживать. Вайнят в 99% те, кто в него даже активно не играет, держу в курсе. А на тему того, что поддержку игры отдали корейцам, так это хорошо. В Корее культ Старкрафта, как я уже говорил, и они смогут нормально его поддерживать с точки зрения оправок и баланса еще долгие годы. Единственное, что действительно смущает, это отсутствие развития этой вселенной дальше. Хотелось бы верить, что Близзы вернутся к этой вселенной рано или поздно. Но факты говорят о том, что жанр РТС мертв, и вкладывать в него деньги почти бессмысленно. Если раньше Близзард как раз врывались в непопулярные жанры и делали их интересными для общей массы геймеров, то Близзарды нынешние на такой риск скорее всего не пойдут, как мне кажется. Да и упрощать РТС идея крайне плохая. У меня так серия Dawn of War умерла, превратили игру в недомобу. Вы хотите, чтобы так было со Старкрафтом? Ой, сомневаюсь. А классические РТС, к сожалению, мертвы. Мда. И снова занятный факт. По Старкрафту планировалась еще как минимум одна игра. В 2002 году начали разработку шутера от третьего лица, Старкрафт Гоуст, про приключения новые. Сюжет начинался спустя 4 года после событий Брудвар и рассказывал о проекте Призрачное Лезвие и заговоре вокруг него. Игру хотели выпустить на GameCube, Xbox и PS2. Ну то есть вписаться в активно развивающийся консольный рынок, который все сильнее начал доминировать. Разработкой же занимались нигилист софтвер, но в итоге из студии ушло больше половины работников, так как они разосрались с Близзами. Игру отдали другой студии, версию для GameCube вообще отменили. В итоге игра угодила в производственный кризис, так как вечно менялось какое-то конечное ведение продукта. И игра была то больше стелсом, то экшеном и в итоге не пришла ни к чему. Мы рыжили игру аж до 2006-го, затем ее заморозили и только в 14-ом Близзард ее официально отменили. И эту игру тоже слили в сеть, правда не полностью, а только черновую версию, которая работает через задницу только на прошитом коробоксе. Ну а теперь мы можем с тобой попробовать ее и хотя бы взглянуть на первые пару уровней. Но это была просто минутка отдохнуть, так как дальше тон моего рассказа станет чуть более мрачный. Сложно сказать, была ли у Близзов какая-то контрольная точка, после которой все пошло по звезде. Вообще предпосылы к этому изменению компании были уже достаточно давно. Причина по сути одна. Компания очень разрослась. И чтобы продолжать наращивать силу и капитал, искусство в некотором роде начало отходить не то чтобы на второй план, но давать приоритет именно на творчество и искусство, а не на акции, бумажную волокиту, организацию штата и многое другое, стало объективно сложнее. Наверное, чем больше компания, тем это сложнее в любом случае, не только с точки зрения Близзард. Как говорят те же основатели Аренанет, они ушли еще в 2000-ом, потому что увидели, как компания, в которой поначалу работало около 100 человек, начала превращаться в эдакого гиганта и что меняется их подход к созданию игр. Но произошло это после череды довольно печальных вещей, связанных как с Диабло 3, так и вообще с компанией. Но можно очень условно считать, что именно Диабло 3 очень жестко подкосила Близзард и заставила Активиженов вмешаться в дела компании. В некотором роде то, что произошло с Диабло 3, феномен уникальный. Чисто за счет былой репутации игра продалась отличным тиражом в 3,5 миллиона копий, но сколько при этом было проблем, хоть отдельный ролик пили. Начнем издалека. Стоит напомнить, что Диабло 3 попала в производственный ад. После развала Близзард Норд, который развалился не сразу, а примерно с 2000-го разваливался кусками вплоть до полного закрытия в 2005-ом, когда они разосрались с Вивенди на тему того, что хотят делать новые игры, а не доить одну франшизу. В связи с этим не был выпущен еще один аддон к Диабло 2, а также по итогу сильно поменялась концепция Диабло 3, которая вообще должна была изначально стать смесью экшен-РПГ и ММО. Да, примерно то, что сейчас делают Близзард с четвертой частью, с явным упором на кооп и ММО элементы. Так что в некотором роде сейчас Близзы вернулись к истокам, да. Так вот, 11 лет понадобилось, чтобы довести Диабло 3 до релиза. При этом сам релиз был дико косячный. Диабло 3 требует, как мы знаем, обязательного подключения к сети. Но Близзы не рассчитали мощность серверов, и те захлебнулись. Около месяца нормально игра не фурычила, сервы вечно вышибала, на них не было места. Знаменита ошибка 37. Дошло до того, что Близзард начали возвращать деньги за игру. И некоторые говноблогеры этот момент выставляют как что-то негативное, хотя Близзарды одна из первых компаний, кто начала делать подобные рефанды. К слову говоря. Но даже если отбросить кучу технических проблем, то появилось очень много вопросов к самой игре. Если рассматривать Диабло 3 ванильную и Диабло 3 после аддона Reaper of Souls, игры практически разные. Диабло 3 была очень хардкорной изначально. Какой-нибудь Кхом, это имя босса, был лютым испытанием на скилл и умением билдостроения. Шанс дропа нормальных шмоток был гораздо ниже, а недостатки шмоток вы могли компенсировать с помощью аукциона. Да, Близзард решили сделать что-то вроде магазина, как в случае со скинами в доте, пушками в Тим Фортресс. С той лишь разницей, что продавались игрокам не какие-то безобидные скинчики, а вполне себе реальная экипировка, как за золото, так и за вполне реальные шекели. Сейчас такое уже вряд ли хоть кого-то удивит. Но у этой всей системы был определенный косяк, и игроки ее сломали. Шанс дропа какой-то крутой шмотки был абсолютно одинаковый, как с боссов и мобов, так и с каких-нибудь горшков, к примеру. Игроки отправлялись фармить дьявольские земли, где тупо фармили не мобов, а горшки. И еще куча самых разных приколов из-за разряда дропа шмоток на сложности Инферно, от чего леги начали дико падать в цене. В общем, Близзам понадобилось очень много баланс патчей, а спустя какое-то время аукцион и вовсе был выпилен из игры. А на его смену пришла новая система Лут 2.0, которая в слегка развитом виде существует до сих пор. Хотя есть довольно большое количество людей, которые до сих пор считают ванильную Диабло 3 гораздо круче современной. Эти изменения все же пошли игре на пользу, и в первую очередь заставили и мотивировали игроков играть, а не заниматься трейдом. Что до самой игры, то к ней тоже было несколько определенных претензий. Во-первых, многих смущала повышенная цветастость игры, мол она растеряла мрачность, хотя тут я готов поспорить, но это ладно, все субъективно. Во-вторых, это довольно казуальная система билдостроения. Я напомню, что в 2012 в бету вышла Поя, которая показала лютое безумие с точки зрения камней, шмоток и вот этой прочей ебалы. Не на ее фоне Диабло 3 оказалась казуальной гринделкой. Геймплею вопросов по большей части не было, боевка эталон, и по факту спасла игру. И чисто мнение автора, но импакт от боевки в Диабло 3 намного приятнее, чем в Поя до сих пор. И в Диабло 3 была крутая постановка сюжета. Этого не отнять, как сюжетная игра с неплохой геймплейной реиграбельностью, Диабло 3 в том числе замечательная. Однако Близзард столкнулись с новой проблемой. Диабло 3 задумывалась сюжетной игрой с кооперативом и небольшим вот этим кусочком эндгейма в виде порталов чисто фо фан, покрабить недельку после сюжета. Но безумное количество игроков начало делать упор именно на этот фарм, на эндгейм. Люди не хотели уходить из игры, они хотели крабить и крабить контент, которого, разумеется, было очень мало, кроме парагона и порталов, его почти не было. И в аддоне Reaper of Souls Близзы ввели его, а также, ясное дело, проводили регулярные сезоны, на которых пытались этот как-то эндгейм разнообразить. Но игра изначально не собиралась быть этаким эндгеймовым сервисом. И все претензии от игроков на то, что Диабло мертва и в ней нечем заняться, сказать, что Близзы от этого охуели, это ничего не сказать. Да, я уже довольно много говорю про Диабло 3, но у меня, к сожалению, нет времени делать по ней отдельный ролик, хотя стоило бы. Но факт остается фактом, споры на тему Диабло 3 не утихают до сих пор. Выскажу свое мнение. Хорошей ли игрой была Диабло 3? Да, хорошей. Но, к сожалению или к счастью, она оказалась чересчур экспериментальной. Какие-то фишки пришлось в итоге выпиливать, вроде аукциона, а какие-то в ней приделывать костылями, вроде эндгейма. Производственный ад, смена команды, все это сказалось на игре. В итоге, лично мое мнение, Диабло 3 мало того, что умудрилась реанимироваться, еще и прожила безумно долгий срок за счет фанбазы и обновлений. Диабло 3 очень хорошая как отдельная игра, но как сиквел той самой Диабло 2 она не работает. Я не считаю эту игру провалом ни в коем случае, я получил какое-то безумное количество фана от этой игры при всех ее спорных моментах. Хотя, да, справедливости ради, начал играть я уже под самый релиз Reaper of Souls. Так что, мое мнение можете не учитывать. Но давайте спросим человека, который варился в этом котле гораздо дольше меня. Всем привет, это Егор Кленов, и я веду на ютубе канал про... Раньше это был канал про Диабло, сейчас это канал про Диабло и множество других замечательных игр. И, собственно, Диабло 1 была моей первой Диабло, и все началось тогда. И я думаю, что пристрастие мое к этой франшизе, конечно, опирается на определенные ностальгические чувства. А отчасти на то, что это действительно качественные игры. И первая, вторая и третья части, они разные. Первая очень минималистичная, третья, пожалуй, излишне казуальная, вторая не везде безупречная, но очень хорошо продуманная и в нужной мере хардкорная, продуманная на уровне человеческого менталитета. Эти три игры разные, и любим мы их или не любим за разные вещи, но все они, все три игры, чрезвычайно качественные. В том числе третья. И это качество, бить редко, но метко, стало в какой-то момент визитной карточкой Blizzard. Причем Blizzard, как сказали бы сейчас, некоторые старого образца, мол, сейчас это уже несколько иная компания с другими приоритетами. И я не знаю, что на этот счет думают варкрафтеры. Я думаю, что в стане фанатов варкрафта угол зрения на Blizzard может быть сильно другим. Но что касается Diablo, а я сейчас говорю про Diablo, то Blizzard, как били, редко так и бьют. С 2012 года ничего по Diablo не выходило. Мы сейчас обсуждаем там Diablo Immortal, Diablo 2 Разурайка, Diablo 4. Ни одна из них еще не вышла. А будет ли этот выстрел метким, узнаем, когда он произойдет. Но даже если все эти игры выйдут с небольшим интервалом, а скорее всего так оно и будет, из них только одна, Diablo 4, это полноразмерный номерной проект от Blizzard. Потому что Immortal это мобильная игра от китайского NetEase, Diablo Resurrected это игра тоже от компании, которая частью Blizzard стала только совсем недавно, когда ее Blizzard купили. И понятно, что Blizzard в какой-то мере задействована, конечно же, в разработке и Immortal и Resurrected. Но полностью близордскими, без оговорок и без натяжек эти две игры назвать, мне кажется, нельзя. Поэтому стали ли Blizzard строчить игры, как из пулемета стрелять? Ну, скорее нет, чем да. И, может быть, начнут. Но вот когда начнут, тогда мы давайте вернемся к этому разговору. Стали ли Blizzard стрелять менее метко? Ответ, я боюсь, тот же. Это, я понимаю, не суперинтересный ответ, но, мне кажется, единственно правильный. Ни Immortal, ни Resurrected, ни Diablo 4 пока что не вышли, чтобы выносить какие-то оценки. С 2012 года у нас по Diablo не было ничего, если не считать дополнение к Diablo 3. Мы не знаем, каким выйдет Diablo Immortal. Судя по Альфе, он выйдет неплохим. Единственная его проблема в том, что это мобильная игра. Люди ждали, что им анонсируют что-то большое, а им анонсировали Diablo Immortal на мобильных телефонах. И спросили, что у вас с телефонов, что ли нет. Естественно, это подача, это несоответствие ожиданий и величины анонса. И того, с какой помпой состоялся этот анонс мобильной игры. От вообще, даже не от Blizzard, а от китайского NetEase в партнерстве с Blizzard. Породили негативную реакцию общественности, фанатов, которые ждали не этого. Но сама игра нормальная. Насколько я могу судить по Альфе, опять же, неизвестно, что будет на релизе. То же самое касается Resurrected'а. Судя по Альфе, с ним всё в полном порядке. Но что будет в итоге, увидим в итоге. Совершенно непонятно, какой будет главный из трёх ожидаемых игр в этой франшизе Diablo 4. Потому что тот малюсенький геймплейный фрагмент, который нам показывали на Близзконе, в который мне довелось поиграть, он микроскопический на фоне всей остальной игры, которая пока что от нас скрыта. Это, знаете, не просто вершина айсберга. Это вот вершина вершины айсберга. Но, как минимум, мы по нему уже можем сказать, что Близзард точно слушает, что им говорят фанаты. Это не гарантия того, что Diablo 4 получится хорошей, хотя я надеюсь, что получится хорошей, мне эта франшиза дорога. Надеюсь, получится отлично. Но, как минимум, мы знаем, что люди просили более мрачную Diablo. И люди получают более мрачную Diablo. Это большой прогресс со времен Diablo 3, когда люди говорили, что что-то как-то веселенько слишком, а нельзя ли помрачнее? И ответ был однозначный, а вот нет, нельзя. Сейчас ответ совершенно другой. Люди говорят, давайте помрачнее, а Близзард отвечает, а давайте, хорошо, мы вас услышали. И это большая разница, и я считаю, что это прогресс. Люди говорят, а нельзя ли по-хардкорнее, как в Diablo 2? И отвечают, а давайте, хорошо, по-хардкорнее, как в Diablo 2. Нет проблем. И опять же, естественно, это не гарантия того, что все получится хорошо. И фанаты, может быть, и сами не лучше всех знают, что они хотят. И, насколько мне известно, Diablo 2 делалось не под фанатскую диктовку. Но слушают ли Blizzard, что им говорят? Слушают. Это мой вывод из того, что мы видели по Diablo 4. Естественно, как и всех, меня тоже беспокоит предполагаемое давление Activision на Blizzard, и меня тоже беспокоят кадровые перестановки, я даже сказал, кадровые утечки из Blizzard. Очень многие крупные, важные разработчики эту компанию в последние годы покидают. Это настораживает. Но если говорить об анонсах по Diablo, если занять эту очень узкую в контексте всего Blizzard тему, то пока что на сегодняшний день, я считаю, у нас причин для беспокойства нет. Но какой получится Diablo 4, увидим, когда выйдет Diablo 4. О Diablo 4 и Immortal поговорим немножко далее, потому что сейчас нам предстоит поговорить о довольно неоднозначном проекте, но тем не менее безумно успешном, в жанре, который многие считали мёртвым. Близзард снова решили воспользоваться проверенной схемой. Взять что-то непопулярное, но в теории интересное, адаптировать под массового геймера и получить профит. Коллекционно-карточные игры всегда были довольно нишевой хренью. Основную аудиторию держала Magic the Gathering, и была сугубо гиковской культурой. Хер камень же сделал механику более казуальной и весёлой. Разбавил всё это сеттингом Варкрафта, который идеально подходил под данный формат. Всё это оформил красиво в цифре, а художники там постарались на славу, сами знаете. И имеем, что имеем. Hearthstone вышел в 2014. Оказался безумно успешным. До сих пор одна из главных франшиз Blizzard. Очень популярная даже при общем упадке жанра ККИ и всякое такое. Короче говоря, Близзы прочуяли фишку, что можно и на малых играх зарабатывать неплохие бабки. И Hearthstone стал натуральной дойной коровкой, на которую брошено довольно много сил, в то время как другие франшизы с точки зрения поддержки начали терпеть определенные сложности. Но я в ХС почти не играл. Меня как-то раз выбесил рандом в ней, и я в него особо больше не лезу. Не мою и всё. Лучше давайте о Хардстоуне расскажет тот, кто в неё действительно играет. Приветствую смотрящих, с вами Фен с канала Феномен Геймс. Я играю в игры от Близзард уже более 15 лет. И пусть многие в большинстве меня знают только по игре Хардстоун, я ещё и катал в первую доту во времена, когда она просто называлась Дота А. Какие-то из первых патчей. Но в целом я знаком почти с каждой игрой Близзард. С какой-то меньше, например, Старкрафт А, какой-то я посвятил очень много времени. Вы уже догадываетесь, да? Это Хардстоун, в который я играю с первого дня релиза. На минуточку! Уже почти 7 лет прошло, и почти столько же, как я основал свой канал. Хардстоун очень уникальный проект, именно тем, что он так долго держится на плаву. Так как я играл во многие карточные игры, начиная со всяких Ю-Гио, МТГ и заканчивая даже браузерками. Но постепенно весь жанр ККИ просто загибался, и появился Хардстоун. Это был просто свежий глоток в этой сфере, и остаётся таким по сей день. Вроде и просто, вроде игра вообще для детей 6+, но когда ты видишь все знакомые тебе лица, которые идут с тобой по жизни, персонажи с третьего Варика, Вовки, там, других игр, всё это собрано в одном ламповом месте. Это цепляет и заставляет вернуться в игру. Но время идёт, и всё начинает приедаться. Я далеко не из тех, кто говорит, вот раньше трава была зеленее. Нет. Хэс эволюционирует и идёт вперёд, но игра уже достаточно старая. А значит, нужные игроков чем-то удивляют, чтобы они не переставали в игру заносить деньжище. Тут вылазит главная проблема Хардстоуна, это бесконечные погони за продажами контента. Для новичков в игре вроде ничего не меняется, но для старичков, по типу меня, на это просто больно смотреть. Близзы так явно пытаются заманивать в игру игроков, что совсем забыли про свой фундамент, который должен быть основой. Так как раньше сильное существо было за 4 маны 4.5, сейчас на 4 мане ты можешь получить чуть ли не 30 статов, и не факт, что вообще доживёшь до этой 4 маны. А как так получилось? А всё просто. Близзард очень схожа в этом плане с Valve. Которые, ну знаете, добавляют в каком-то ивенте нового героя в доте. Он прям лютая имба на первых парах. Онлайн возрастает, так как все хотят на нём поиграть. А потом его нерфят. И вроде норм. То же самое в Хардстоуне. Выходит новый патч, где каждый раз есть какая-то поломанная невероятная карта. На которую ты изначально прям смотришь, и видно, что имба. Но предзаказ-то продать нужно, поэтому месяцок повпариваем игрокам. А потом к чёрту убиваем, просто нерфим, просто вот до костей эту карту. И все довольны. Близзард получили бабки. В лице игроков они опять герои, так как занерфили то, что сами и породили. И все довольны. А в следующем аддоне мы добавим ещё сильнее карты, чтобы ещё больше удивить игроков. И на эту схему ведутся из аддона в аддон. Но за последний год хочется похвалить Близзард, так как они стали работать намного быстрее. И прям работать над игрой. Постоянно какие-то микро-ивенты, патчи, всё фиксится за относительно короткие сроки. Так как раньше можно было ждать месяцами фикс какой-то карты, которая терроризировала весь ладдер. Сейчас я даже реально удивлён. Близзы работают над своей игрой. Конечно, непонятно куда этот путь. Так как я думаю, что ККИ уже давно не в тренде. Да, ХС успел запрыгнуть, так сказать, в последний вагон со своим авточесом. Вполне, кстати, успешно, так как остальные уже давно как-то не на плаву. Сейчас же мы ждём очередной новый режим в стиле роуглайк. И надеюсь, он оправдает свои ожидания. Как ни странно, но в Хардстоуне ребята работают. Ну или хотя бы пытаются работать. Как я уже сказал, Близзы в тот год прочуяли максимальную пользу с мобилок и сессионок. И это ещё много раз аукнется нам в будущем. Но я предлагаю поговорить не об играх, а о фильме. Полноценный полнометражный фильм по вселенной Варкрафта люди ждали очень долго. После крайне удачных властелина Колец Хоббита, верофэнтезийное кино было восстановлено. А учитывая синематики Близзардов и их качество, люди ждали чего-то воистину крутого. Фильм отдали студии Legendary Pictures, организацией занималась Universal Pictures, а лицензия была, разумеется, Близзовская. Режиссёром картины стал Данкан Джонс, у которого был один единственный удачный фильм, это Луна 2112, который большинство из вас не смотрело, даже я полагаю. Что я могу сказать про фильм? Вообще, не мешало бы сделать по нему отдельный ролик-обзор. Так сказать, посмотреть на него спустя 5 лет, особенно на фоне того, что готовится пересъёмка. Но если кратко, фильм очень средний. Можно похвалить Графон, он действительно достойный, детализация орков потрясающая, особенно если сравнивать со всратыми модельками эльфов и гномов в Хоббите Пиджея. Но у фильма есть одна роковая проблема, которая его изгубила. Вселенная Варкрафт очень широкая и сложная, и всё максимально переплетено. Да, Средиземья в разы сложнее, но структура повествования там была совершенно другая и более размеренная. Варкрафт же побежал голопом по Европам, в один фильм впихнув то, что надо было растягивать на целую трилогию. Ты вообще не успеваешь за происходящим, ты не улавливаешь структуру мира. Кто это? Откуда это? Зачем это? Те, кто не знаком с вселенной, не поняли ровно нихрена. А вот те, кто был знаком, были в гневе, потому что количество упрощений, ритконов, объяснений для тупых и всяких посредственных адаптаций просто зашкаливало. Но справедливости ради фильм, конечно, многим понравился. Я сам его иногда пересматриваю, но да, он не окупился. Близзы от этого никак не пострадали, так как бабла она не выделяла. То ли они сами не верили в успех кино, то ли свободных бабок не было, непонятно. Скорее первые. Но факт остается фактом, нормальных фильмов или анимационных сериалов у Близзард нет до сих пор. Хотя их синематики высший пилотаж, но провал фильма, тем не менее, нанес Близзам небольшой репутационный удар. И таких ударов было несколько в ближайшие несколько лет. Феномен Насталруса это прямой показатель того, что фанаты давно изменились. Стали более продвинутыми и эпизодически все-таки знают, чего хотят. Пиратские сервера еще во времена и классического Варкрафта были не новинкой. Правда, работали они через большую задницу, основной упор был исключительно на сервера Лич Кинга, остальные постольку поскольку. Но в 2015-м, когда Вов уже окончательно потерял свой классический облик и свои старые рельсы, на ритейль стоял полупровальный дренор, то в недрах сети был открыт сервер, который вызвал нешуточный ажиотаж. Практически идеально реализованная классика. Версия 1.12, которая за счет сарафанного радио, пиара от блогеров разной величины, но обрела безумную популярность. В ней была та самая ванила со всеми багами, фичами, особенностями. И тогда это было безумно круто. Многие ставили серф в пример, что вот там вот трушный Вов, а не это ваше. Количество зареганных пользователей перевалило за 800 тысяч, а количество активных игроков приближалось к 150 тысячам. Я лично помню, когда бегал там, что на одном из серверов, а их там по-моему было несколько, онлайн составлял 15-17 тысяч регулярно. И серф дико лагал по вечерам, были очереди. И игроков было настолько много, что абсолютно все столицы были заполнены битком. Настолько было круто увидеть живой, заполненный Стальгорн. Ух. Но, как мы с вами помним, недолго музыка играла. Многие осуждают Близзард за это действие, но по факту, с юридической точки зрения, они были правы. И они поступили в данной ситуации достаточно адекватно. Команде Насталруса не был выписан никакой штраф за авторские права, насколько я знаю. А несколько разработчиков приглашали в офис и обсуждали с ними ванильную версию. Разрабы закрыли сервер и выложили исходный код в открытый доступ. Конечно, многие расстроились, но восприняли это как хорошее приключение, на которое было не жалко времени. А кто-то начал вопить и топать ножками, что вот Близзани хотят открывать свою ванилу, вы убиваете наше детство, гадите на свою аудиторию. Были правы по сути все одновременно и не прав никто. Вот такой вот парадокс. Но в итоге Близзард прислушались к игрокам, посмотрели стату того же Насталруса и да, открыли свою классику. И ванильный вов отгремел люто. Были рекорды на Твиче, огромные очереди, куча серверов, миллиончик игроков только в путь. Затем ванила отгремела, сейчас у нас БК, затем будет ЛК, затем опять откроют фреш ванилы, или сделают это раньше. В общем, классическую эпоху мы с вами наныли, а Близзы в итоге прислушались. Но пора поговорить еще об одной интересной игре, которая отсылает нас к истокам. Довольно забавный эпизод из жизни компании произошел у Близзард в 2012 году, когда они начали судиться с Valve. Я напомню, что во времена Варкрафта 3 существовало очень много популярных кастомок, в том числе Дота, которая стала родоначальником жанра моба. И ясное дело, что Варкрафт 3 спустя какое-то время начал проседать по графике и механике, а первая Дота терять популярность. Плюс к этому, в 2009 вышла Лига Легенд, которая начала набирать обороты. И тогда подсуетились ребята из Valve, наняли одного из челиков, что занимался поддержкой Доты, Айсфрога, которому, кстати, отказали Близзы с предложением сделать отдельную игру. Тогда Близзард жестко протупили, конечно, и в итоге Габен заебенил Дота 2. Но Близзам это не очень понравилось, они начали рвать волосы на заднице и начали судиться с Вольво. Да, при этом они не судились с Лигой Легенд, к слову говоря, потому что Лол действительно был самобытной игрой с самобытными практически персонажами, в то время как Дота 2 это была практически полностью та же самая первая Дота из Варкрафта 3, только чуть-чуть перерисованная. И по факту все то же самое, те же герои а-ля Кунка, Омник, ДК, Тинкер Падж, только слепой не увидит калькус персонажей Варкрафта. Сам геймплей и механика, ну и конечно название. В общем, да, Близзард начали судиться за торговую марку Дота, но проиграли из-за одного единственного пункта. Все карты от пользователей не являются собственностью компании Близзард. Один маленький роковой пункт попортил Близзам всю малину. Ну, они конечно расстроились и переименовали Близзард Доту в Героев Шторма. Сама концепция была довольно замечательной. Герои всех игр Близзард на одном поле боя. Ох, как же круто было бы параковать за Артаса на миде, тралом в роли АДК побыть, да... И в общем-то, без подвоха, Ходс нам все это дал. Единственное, что с точки зрения Ходс действительно неоднозначный момент, это его механика. Это не типичная моба, как Дота, Лол или Смайт, что, кстати, одновременно и хорошо и плохо. Близзард решили сделать атакую мобу для работяг, которые в гробу видели покупки этих итомов, добивания крипов и прочие особенности моба-жанра. Нет, Ходс опыт делился поровну между командой, и не было такого, что кто-то отстает по фарму. Добивать крипов ради голды не надо, так как золота и торговли вообще не было. Зато была система талантов, от которой строилось несколько билдов под разные ситуации. Этот аспект мне очень нравился в Ходс, но что не нравилось, это элементарная перегруженность игры. Что у нас в других моба? В той же Лол, к примеру. Три лайна, дракон, барон, лес. И куча итомов для разных сборок. В Ходс же было несколько всяких припизнутых режимов, где надо было храмы дефать, семена собирать, дублоны фармить. И нет, я знаю, что многим это нравится и это вносит разнообразие, но лично меня это оттолкнуло в свое время. Я играл бы в Ходс, наверное, сейчас на постоянке, если бы там просто был классический режим в три лайна и без всего этого гемора. В некотором роде, но Ходс в попытках быть казуальным и разнообразным, стал дико перегруженным. Вот такой вот парадокс. Ну и довольно много, кто этого не оценил. Многих смущала эта командная ориентированность, вот эта уравниловка коммунистическая по экспе, перегруженность режимами. Плюс в игре был первое время достаточно убогий матчмейкинг и кое-какие технические проблемы. И Ходс не сыскал должной славы, к сожалению. И из той же Лиги Легенд или Доты в Ходс люди просто не шли. Из всех киберспортивных игр Ходс был самым слабым звеном, и его чемпионаты набирали очень мало зрителей. Близзард приняла решение из разряда «не можешь срать, не мучай жопу», и киберспортивное направление в Ходс было упразднено. И это вообще-то была ошибка. Сразу, просто резко ушли тонны стримеров, блогеров, комментаторов, для которых это было важно и для которых это была их работа. Ушли кучи крупных игроков, команды целые. И за ними ушло очень много аудитории. Но что там с Ходс сейчас? Давайте спросим человека, который действительно занимался им долгое время. Всем привет, с вами Хэппи Зерк, и очень рад с вами пообщаться по поводу Heroes of the Storm. Я был профессиональным игроком в StarCraft 2, но когда StarCraft начал умирать, это было еще до выхода Legacy of the Void, я понял, что нужно переходить на что-то более перспективное, и выбрал моба игры. Я играл в Доту, я пробовал Лигу Легенд, но затем друзья позвали меня в Heroes of the Storm, и мне очень понравилось. Это динамичные и интенсивные игры, разнообразие карт, и герои не какие-то ноунеймы, а это все-таки наши уже родные герои из вселенных игр Blizzard. Я стал стримером, а затем я стал официальным русскоязычным комментатором по Heroes of the Storm, причем всех событий. Я брал элитную Лигу, я делал гайды у себя на YouTube-канале, и я делал билды у себя на сайте, чтобы любой игрок мог зайти и посмотреть, как правильно прокачивать того или иного персонажа. Если мне надо охарактеризовать Ходс, я бы сказал так, отличная идея и плохая реализация. Потому что идеи, вот этот коммунизм, знаете, общий опыт, постоянно какая-то движуха, разнообразие по картам вас заставляют драться. Это все очень круто и интересно. Причем некоторые идеи из Ходса брали другие моба игры. Вот, например, в Доте система талантов, или захвата ванпостов, или фонтаны, которые ввели, потом убрали. Это все как раз и с Ходса. Или вот в Лоле прямо сейчас есть режим Nexus Blitz, это вот прям вот сам Ходс, да? Вас постоянно заставляют каким-то изощренным способом драться друг с другом. Но у Blizzard есть такой вот косяк с поддержкой своих игр. Разработчики зажали себя в тиски, поставили себе какие-то нереалистичные временные рамки. То есть, они решили, что героя нужно обязательно выпускать раз в месяц. Видимо, для того, чтобы догнать вот Доту и Лол по количеству героев. Но они забыли о том, что действительно важно матчмейкинг. Я думаю, что вот все, кто смотрит, согласятся со мной, что матчмейкинг был ужасен. Вторая проблема – система реконекта. Вы вылетаете из игры, вы не можете вернуться, заходите и знаете, что бот, который играл вместо вас, он прокачал еще не тот талант. Сейчас это частично пофиксили, но все равно реконект как был, так и остается ужасным. Система просмотра реплеев. Но самая большая проблема, я бы сказал, это отсутствие хотфиксов. Это только прошло пару лет, как начали делать хотфиксы. В общем, было очень много таких проблем. Что касается ухода Blizzard из киберспорта, то это, конечно же, решение ужасное. И это удар по игре, и по людям, и по вообще всему. Ну, то есть многие вот проигроки, комментаторы проснулись, чтобы прочитать пост о том, что они уволены. Ну, о том, что они больше не нужны, и лигу закрыли. И все это было через месяц после Близкона, где сказали, что мы любим ХОЦ, у нас такие большие планы на следующий год. Можно было сделать хотя бы какой-то плавный переход. Хотя бы передать, скажем так, право проведения турниров какой-то компании, которая заинтересована. Да, вот, например, сейчас со StarCraft, ESL и DreamHack. Соответственно, вся верхушка, то есть там лучшие игроки, проигроки, там стримеры, комментаторы, все поуходили в разные проекты. Из-за этого и большое количество игроков тоже на игру забило. Что касается ХОЦа, вот сегодня, когда закрыли ХГЦ и перевели разработчиков в другие проекты, была такая спячка. И потом постепенно, постепенно, постепенно люди начали возвращаться и снова играть. И сегодня игра живая. Патчи выходят, они не такие частые. События выходят, тоже они не такие частые, но они есть. Турниры сейчас проводятся. Призовой фонд, конечно же, не миллиона, там может быть будет 10 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, но они тоже есть. Их комментируют, и людям интересно за этим следить. Если вы уже раньше играли в эту игру, да, она для вас родная, то почему нет? На средних рангах находит игру очень быстро. Проблемы могут быть только там, я не знаю, в 5 утра, и проблемы у высоких рангов с матчмейкингом. Если вы новичок, стоит ли играть в ХОЦ? Это зависит от того, чего вы ждете от игры. Опять же, если вы хотите постоянно событий, движухи, турниров, то, возможно, не самый лучший вариант. А если вы хотите просто при этом провести время, то ХОЦ это то, что нужно. Особенно если учесть, что в ХОЦе низкий порог вхождения. Я считаю так, ХОЦ это одна из немногих необычных моба, которая до сих пор жива. Была тонна всяких необычных, типа Деми Года, Хирос оф Неверес, Панзар, Прайм Ворлд, Страйв, и еще куча всего. Они мертвы все. А ХОЦ жив, и в нем есть своя аудитория. Какие-никакие, но обновления. Да, героев мало выпускают в последнее время, но и МХО их там уже лютая тонна. И ваши любимые персонажи там есть точно. Игра фурычит, локальные турниры проводятся, даже рано утром можно найти катку. ХОЦ офигенен. Уход из киберспорта, конечно, повлиял на игру, безусловно. И Зерк абсолютно прав. Надо было делать это плавно и отдать турниры на аутсорс, немного сбавить темпы разработки и поддержки игры на старте, сосредоточиться на технической составляющей и матчмейкинге, а не на героях. Но люди путают причину и следствие. Причина – низкий интерес по сравнению даже с другими играми Близзард. Следствие – отказ от киберспорта в привычном своем понимании. Однако игра все еще живет, и у нее есть большая аудитория. Всем хейтерам назло. Но у Близзард есть более успешные игры с точки зрения киберспорта. Правда, изначально этот проект, про который мы с вами поговорим, представлял из себя нечто другое. Еще в 2007 году в списке вакансий Близзард написала, что ищет разработчиков для совершенно секретной неанонсированной ММО нового поколения. Это должно было стать совершенно новой игрой. На разработку были отправлены одни из лучших разрабов компании. При этом игра не должна была стать конкурентом World of Warcraft, так как по словам Морхейма, они были слишком разные и смогли бы мирно сосуществовать. В чем лично я сомневаюсь. На проект Титан возлагали очень большие надежды, амбиции проекта были и того больше. Однако, новой некстгеновой ММО так и не суждено было выйти в релиз. И знаете что? Я этому факту по большей части рад. Я так полагаю, что финансовые аналитики посмотрели на то, что жанр ММО начал сильно терять по популярности. Сессионки начали захватывать рынок, а после частичного апсера с Диабло 3, Близзам сказали, что надо бы слегка попроще и поскромнее быть. Именно проблемы Диабло 3 повлияли на структуру компании, и активижены начали вмешиваться в дела Близзард. Финансовым директором тогда встала Амрита Ахуджа. Надеюсь правильно произнес. И можно сказать, что Близзы впервые тогда услышали, что извините ребята, но вам придется сэкономить в этом году. И в общем-то, когда было принято решение отменить Титан, это очень многих расстроило и задезморалило. Мэтсон, Каплан. Статс вообще ушел, ибо он был левел-дизайнером ММО, а не сессионок. А все наработки Титана легли в новый соревновательный шутер. Анонсированный в 2014-м Овервотч стал большой неожиданностью для людей. Сразу полетели мемы и срачи на тему кальки Steam Fortress, что это не конкурент контры и всякое такое. Я это помню, причем очень хорошо. В проект мало кто верил. Но игра вышла в 2016-м, и всем понравилось. Причин довольно много, это и действительно хороший геймплей, хороший соревновательный момент, очень интересные персонажи, лор, ну и конечно, ха-ха, тонна Ролл-34 контента, куда же без этого. Признаюсь честно, я не большой фанат Овервотча, так как это сессионка, дико командная, но не мой формат. Но отрицать качество игры я не могу. В ней было много всего интересного. Разве что баланс первое время оставлял желать лучшего, и сколько я помню, они его вечно переделывают, тестируют новые методики подбора, в общем, та еще голематья. Но Овервотч стал очень популярным, по нему проводятся турниры, есть лига Овервотч, но спойлер, да, Близзард совершили одну серьезную маркетинговую ошибку. Спустя три года после выхода Овервотч, они уже анонсируют вторую часть. Что? Честно, я не знаю, как так получилось, что двигло от Титана оказалось неспособным в нормальные ПВЕ режимы. Но суть в том, что да, главным аргументом к Овервотч 2 стало желание Близзард сделать в игре ПВЕ, с полноценной сюжетной кампанией, ПВЕ миссиями за героев и в виде отдельных ивентов, с лутом, эквипом, большими картами и всяким таким. В некотором роде сделать что-то отдаленно напоминающее Дустан, как мне кажется, хоть и на диких минималках. И еще одна проблема это восприятие Овервотч 2, как именно полноценного сиквела. Но скорее это не Овервотч 2, а Овервотч 2.0. Как ВОВ БК, например, который стал версией 2.0. И за БК вы отдавали деньги, как за апдейт. Или те же аддоны в Дустане, они тоже платные. Или как Фортнайт Глава 2, если вас устроит такой пример. Хотя Фортнайт это просто быдло рояль. Те же самые разрабы Овервотча говорят, что они хотят переосмыслить слово сиквел. То есть это по сути еще один эксперимент Близзард. Один из многих. Я хотел пригласить в виде гостя Анака, фуллтайм стримера и блогера по Овервотч, но к великому сожалению он слег с ковидом, и мы не успели записать все это действие. Но у него есть один ролик, который называется «Зачем нужен Овервотч 2?». И это единственный, как мне показалось, ролик на русском ютубе, который адекватно и с аргументами поясняет все это дело. Ссылку на ролик я оставлю в описании. Зайдите, пожалуйста. Поставьте лайк и передайте от меня привет. Я думаю, ему будет очень приятно. Но за Овервотч я выскажу свое мнение. Нужна ли Овервотчу вторая часть? Вопрос относительный. Если вас интересовало только ПВП в Овервотч, то больше нет, чем да. Достаточно было хорошего баланс патча. Но если вам было интересно именно ПВЕ направление, то да, вторая часть нужна. Например, я не играю в Овервотч в ПВП именно. Но на ПВЕ ивенты я иногда забегал, и они были очень веселые. И полноценное ПВЕ в этом сеттинге и геймплее с этими персонажами я бы очень хотел увидеть. По сути, ПВПшники ничего не теряют с точки зрения ПВП режимов, скинов и прочего. Игру им покупать не надо будет в будущем. ПВП режим общий для двух клиентов. А ПВЕшники должны купить апдейт, да. Ну или ПВПшники, которым нужен графон получше. Окей. А теперь ответьте мне на вопрос. Можно ли считать сиквелом игру, где улучшена графика, добавлено новое полноценное направление на десятки часов, улучшен движок, который теперь справляется с локациями в несколько раз больше оригинала, а также переделана механика и улучшен баланс. Вопрос риторический. Но я полностью согласен, что получилось не очень красиво с точки зрения поддержки игры, ибо первая часть сейчас в лютой стагнации, и много кто покинул игру до лучших времен. Но лично мое мнение, что Близзарды поступили относительно честно с точки зрения признания, что да, мы делаем очень крупное обновление, поэтому контента выходить пока не будет. Но опять же, а с чем сравнивать-то? Steam Fortress 2 не смешите. И в некотором роде Близзард воспользовались лояльностью фанатов, которые, ну это переживут, откровенно говоря, с бомбежом, гневом, но переживут, и когда выйдет Овервотч 2, первыми побегут его покупать. Просто одна из проблем, почему этот анонс так восприняли, у Близзов образовалась эдакая дыра с точки зрения релизов. Ну посмотрите. Старкрафт вышел в 10-м, Диабло в 12-м, Хардстоун в 14-м, Ходс в 15-м и Овервотч в 16-м. В те годы Близзард просто ебало все, что движется, простите. Никто даже не думал, что у Близзард проблемы, все просто играли в их новые игры, роковали за Иллидана и Артаса в Ходс, крабили новый акт в Диабло 3 сезонами, которые еще не успели тогда надоесть, в новые аддоны к Старкрафту все было хорошо. И в некотором роде это было не свойственно Близзардам, потому что, как мы знаем, они обычно делают игры медленно, но хорошие. Были те игры, которые я назвал хорошими? Конечно были, да и до сих пор остаются хорошими. Но есть факт, что очень много аналитиков предрекали застой после такого лютого бомбежа релизами. Так и произошло. И вот проблема отсутствия релизов совпала с очень большим количеством скандалов, связанных с компанией. На тему Варкрафта мы будем говорить в другом ролике, там все очень неоднозначно. Ходс, к сожалению, не выстрелил так, как надеялись Близзы. И те слишком резко его оборвали, да так, что пришлось в итоге менять политику. Я напоминаю, что локальные турниры по Ходс есть и сейчас, и онлайн в игре достаточно хороший. Но тем не менее, киберспорт направление по большей части мертво. Старкрафт 1.2 в итоге прекратили поддержку активную и отдали на аутсорс для киберспорта. По мне, решение больше правильное. Пусть этим занимаются заинтересованные лица, а свободный штат займется другими проектами. За ХАЭС ничего говорить не буду, я в него не играл почти, пишите в комменты, что вы думаете на его счет. Но вот гонконгский скандал, я думаю, помнят все. Защищать или хейтить Близзов смысла не вижу. Мое мнение, в этом скандале не было правильного решения. И игры должны быть вне политики. Этого говна и так хватает. Но тем не менее, Близзард извинились перед тем китайцем, хотя я считаю, что он сильно подгадил компании, которая его в люди вывела. Надеюсь, ему хорошо спится после этого, ну да ладно. Конечно, Варкрафт 3 рефоржд. Да, это объективно было катастрофой. Столько помоев тогда вылилось на Близзард, столько критики, хейта. Не сказать, что сильно обоснованного, рефорж не настолько плох, чтобы называться худшей игрой в мире. Но действительно, над наследием великой игры серьезно надругались. И это был еще один очень крупный залет. И хейт в сторону Близзард довольно заслуженный. Что при этом делают Близзард? Начинают дикую реформацию штата. Для начала они расформировали весь классик-тим. Кто не в курсе, поддержкой всех классических игр занималась отдельная команда. И вот именно эта команда обосралась с технической составляющей игры, ибо все, что было хорошо в рефоржд, это модельки, которые делались при этом на аутсорсе. Так вот, Близзард разгоняет всю классик-тим, так как те просто оказались некомпетентны. Также разгоняют часть маркетинг-отдела, как раз под сокращение попали отделы по киберспорту, так как большая часть киберспорта ушла на аутсорс. Плюс очень сильно подрезали ру-сегмент, уволив всех км-ов и отдали связь с ру-общественностью тоже на аутсорс, держу в курсе. И да, эти все массовые сокращения в итоге тоже вылились в скандал. Вот Бобби Котик разваливает компанию, да что он себе позволяет. С одной стороны, конечно, люди правы, но опять же, все не так однозначно. Warcraft 3 Reforged был плох? Был, плох, это очевидно. Классик-тим разогнали, Близзам дают денег, и те покупают студию Викариус Виженс вместо Классик-тим. Этому факту должны радоваться абсолютно все, так как это довольно крутая студия. Напомню, что Викариусы мастера хороших ремастеров и ремейков. Они были ответственны за проскейтер 1 плюс 2, за ремастер трилогии Крэша Бандикута, помогали в разработке Дестине, и сейчас они трудятся на Диабло 2 Ресурректод. Я в него, кстати, поиграл на Альфе, и, по-моему, получается очень здорово. По Диабло ничего не было 8 лет, ни одного намека на продолжение или спин-офф. И вместо Диабло 4 Близзы анонсируют Диабло Иммортал. Мобилку, да. С маркетингом Близзы обосрались, когда додумались мобилку вместо норм игры заанонсить. Обосрались. Кучу маркетологов при этом разогнали. Взяли других. И что мы видим? На следующем же Близконе. На тебе аркадную классику. На тебе две игры по Диабло, на тебе свежие инфы по Иммортал, на тебе Cinematic Shadowlands, на тебе инфы по Overwatch 2. Самой Иммортал, лично по мне, проблем нет. Просто гиперконсервативная публика не схавала, так как не воспринимает мобильный гейминг. Ну это нормально. Но вот то, что это был единственный анонс по Диабле на Близконе спустя 7 лет после выхода Диабло 3, вот это была проблема. Покажи они сначала Диабло 4, потом ремастер Диабло 2, а потом мобилку, я уверен, им бы никто слова не сказал. Но да, они сделали наоборот. И кое-как, но частично восстановили репутацию по этому фронту на следующем Близконе, так как Диабло 4 выглядит откровенно здорово, хоть и видно, что еще сырая. Иммортал же сейчас активно допиливают. Релиз игры должен был быть еще в 20-м году, кажется, но Близзарда его перенесли на 21-й. И не факт, что в этом году он выйдет. Да, Близзард хотят довести его до идеала, проводят тестирование и собирают максимум фидбэка, так как еще сколько-то репутационных потерь они не переживут. И лично мое мнение, но франшиза Диабло вылезает из лютой стагнации. В этом году у нас появится реально хороший ремастер. На Дресурект отработает совершенно другая команда, которая уже делала крутые ремастеры. И я надеюсь, что после этого их закинут допиливать рефорж, потому что ради одной игры Близзы не стали бы покупать такую студию. Они их взяли на постоянку. А что на постоянке поддерживать кроме Варкрафта и Диаблы? Ага. И то у Варкрафта часть работы на аутсорсе у китайцев, насколько я знаю. В общем, годик. Викариусам надо, чтобы разогнаться, а там видно будет. Но тем не менее, вы видите какой-то оправдательный тон от меня, да? Вы точно заметили. И в том-то и проблема, что на публику скармливают чаще всего однобокую позицию. Огромное количество продавцов гнева, так называемых, как сказал бы философствующий рептилоид. Потому что гнев хорошо набирает просмотры. На деле все не так однозначно. С одной стороны, мне немного легче об этом говорить. Да, я варкрафтер. А Вов хоть и испытывает проблемы, но все еще максимально живой продукт. Я не из тех, кто будет орать, что Близзы скатились, сдохли и прочее. Я не могу так. Конечно, я их критикую. Критиковать надо. Я хочу, чтобы эта компания становилась лучше и исправляла косяки. Но вот так вот возненавидеть компанию, которая подарила мне столько классных эмоций в прошлом, я так не могу. Я испытываю довольно широкий спектр эмоций, когда говорю о Близзард. Там есть и радость, и гнев, и разочарование, и надежда. На тему того, что Близзард уже не те, Близзарды никогда не были теми в кавычках. Вообще никогда. Дикие проблемы с Близзами начались еще с 2000-х. С развала подразделения Близзард Норд. Но все это было простительно, потому что Близзард делала хорошие игры. Что значит компания не та? Старкрафт 2 был хорош? Да. Диабло 3 хоть и самобытный проект, но назвать его плохим это бред собачий. Вов Легион Торт? Да. Ходз, ХС, Овервотч. Все это хорошие игры. Я напомню, что году в 16-м только крайне редкие хайпажоры пытались рассказывать про скатывание Близзард, за что утопали в дизлайках. Так что вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте, как говорится. Но да, у них получился вот такой вот крайне тяжелый период в последние несколько лет. И отрицать я не буду, у Близзард сейчас действительно кризис и застой. Вляпались в тонну скандалов. Новых игр по сути нет. Старых при этом поддержка через жопу. Но что вижу лично я, это их довольно грамотные попытки выбраться из того дерьма, в которое они залезли. Диабло 4 выглядит достаточно хорошо для своих ранних версий. В ней очень крутой редактор персонажа, как мы узнали недавно. В ней большой и должен быть интересным опен ворлд, а исследовать санктуарий в таком свободном режиме многие давно мечтали. В ней обещают хороший эндгейм контент, чтобы не допустить ошибки, как с Диабло 3 и Поя. И она мрачная, как и просили фанаты. От трейлера аж мурашки. Ремастер Диабло 2 тоже замечательный, он даже для новых игроков будет достойным приключением. Опять же, я осуждаю. Конечно, и вам я этого не говорил, и вообще автор против пиратства. Но альфу Диабло 2 можно скачать на торренте и самим убедиться в этом. Но я это осуждаю, это просто интересный факт для общего развития. Overwatch 2 хоть и шокировал многих игроков, но я уверен, что когда он выйдет и закончится стагнация, он будет еще более популярен, чем до этого. Как минимум за счет ПВЕшников, что придут в него. Ход сжив за счет своей преданной аудитории и локальных турниров. Хотя резкий уход из киберспорта действительно был ошибкой. StarCraft 2, ну по сути, уже закончен. Он уже не актуален, столько лет прошло. Это и так чуть ли не единственная и крайне долгоживучая РТС во всем мире. При абсолютно мертвом жанре. Киберспорт при этом в нем живой. За счет поддержки корейцев, которые в этом очень заинтересованы. ХС тоже немного привели в порядок, судя по отзывам. Если после релиза Диабло 2 Ресурект от Викариус и поправят рефоржд, это будет еще один плюс реп. Хотя это уже сделали частично китайцы. Но тем не менее. По Варкрафту готовится новый фильм. Сейчас это нормальная практика. Это будет как бы вторая часть, но как бы нет. Как в случае с Отрядом Самоубийц, я полагаю. Вроде бы сиквел, вроде бы нет. А делает его все та же Легендари Пикчерс, но с участием другого режиссера и сценариста. Ну и все же хотелось бы увидеть что-то по Старкрафту. Я не верю, что Близзы закинут эту франшизу. Более того, появились слухи, что Близзард делают ААА шутер от первого лица с некстген графикой и, в кавычках, эпическими мирами. В списке вакансий много позиций художников, кодеров, дизайнеров. Также в вакансиях есть позиция геймдизайнера, имеющего большой опыт работы с шутерами от первого лица, а также экшен-играми как одиночными, так и онлайновыми. Мне это очень интригует. Про WoW мы поговорим в следующих роликах, для меня это отдельная тема. Ну и по сути все. Перспективы у компании есть, и кричать, что ее пытаются убить, ну это бредятина. Никто не будет убивать курицу, что несет золотые яйца. Да, Близзы обосрались в определенном промежутке времени, но сейчас пытаются из этой позиции выбраться. Штат перелопатили. Новые игры в разработке, включая как минимум один совершенно новый тайтл, который, я думаю, будет анонсирован в ближайшие пару лет. К 2023 ему станет ясно, будет ли Близзард снова на коне и любимицей публики. Отмоет ли свою репутацию за счет новых игр и хороших ремастеров. Но хоронить их, хейтить и брызгать желчью я не хочу и я не буду. Я буду здраво ее критиковать, ждать их новых игр и оценивать по факту. Эта компания подарила мне очень много хороших игр и эмоций. Я мечтаю, что она снова будет на коне. Но все, конечно, решат новые игры, так как цепляться за старые уже очень сложно. Это правда. Ну и желательно им в какой-нибудь очередной конфликт не вляпаться, а то они, знаете, это умеют. Спасибо тебе за просмотр. Если ты осилил это все до конца, даже если не в один присест, то знай, ты очень крут. И для меня это много значит. Не забудь тыкнуть лайк, если было интересно. Заглянуть по ссылочкам в описании, где есть ссылки на мой твич, дискорд, паблик. А также на каналы моих дорогих гостей, которым я очень благодарен за участие в видеоролике. Передавай им привет обязательно и подписывайся на них. Ну и пиши свою историю в комментариях. Какие игры у Близзард твои любимые? Что ждешь из будущих тайтлов? Ну или историю, как ты в них разочаровался? Почему бы не подискутировать на эту тему? Я с тобой не прощаюсь. Мы увидимся уже совсем скоро в первой части обзора на ВОВ. Так что подписывайтесь на канал обязательно. Тыкайте колокольчик, чтобы не пропускать видос, который может и в середине недели стрельнуть. До скорых встреч, друзья. Пока.